кто кому пришел кто кому пришел не кричите не нервничайте не переживайте я же расстроилась что такие фашисты у нас еще есть на свете предатели я тут здравствуйте здравствуйте куда да вот сюда вот сюда хочу тут так это чья квартира шефа я думаю что мы приедем в москву новального там не будет сто пуду и хоть бы его штаб не был закрыт потому что праздничные выходные закроется обклеим все путиным портретами парем пошумим все выходим не просто собирается сейчас поедем ну что наступил этот замечательный день когда мы уже третий раз поедем с вами в москву пройдемся к штабу нашего замечательного врага россии господина навального посмотрим как туда заходить как выбивать двери это шутка шутка но у нас есть и серьезная задача но все-таки должны в этот раз сделать так чтобы владимир владимирович путин узнал о том что мы очень просим его выдвинуть свою кандидатуру все-таки потому что мы собрались с вами 100 тысяч подписей мне кажется все равно что он выдвинуться ну просто что нам душу-то травим что мы будем стоять там до победы не уйдем день-два неделю месяц будем стоять как раз я больше уверена вот это навального и это молодежь они вот это и делает как-то рикетеры или шок раз вот такую и полную сделает так они и везде не только тут они по всех городах делают и взрывные устройства ставят и все и делаю тихо о чем по этой дороге поехали каждый сам по себе каждый сам за себя а здесь а здесь команда а здесь все друг за дружку и более того вот все патриоты люди которые ответственные которые простые простые не грамотные в основном туда есть есть такое особенно я не грамотно зафиксировал Пойдемте. Будем верить, будем ждать и за Путина стоять. Это ж лучше, чем орать. Отлично. Ну да, мы его это орать, кричать. Главное, что мы стоим там, верим в то, что делаем, и во власти все, конечно. Вот эти все, которые делают рекетеры, вот там взрывные, это все только Навального. Так, пожалуйста. Не, нам четыре, нас четверо. Люда, я вам всех. Да, у нас все, тут всем хватает. Я говорю, что он нахмурился, что он недовольный. Он не недовольный, он за Россию думает. А, думает, да? За Россию, конечно, думает. А что ж, как, улыбаться за Россию думать? За Россию надо думать вот так. Все, что надо. Я за Навального скажу, что это… Да, и всякие рекетеры вот эти… Подождите, подождите. Я только за это. Я ищу. Оппозиция слаба, поет по дунку США! Оппозиция слаба, поет по дунку США! Оппозиция слаба, поет по дунку США! Что вы нас держите? Я вас запущу. Что вы нас тут держите? Что ж такое-то вы? Вы будете разговаривать или орать? Послушайте меня секунду. Вы секунду меня послушайте. Я вас сейчас запущу к нам в штаб. А что вы нас запускаете? Вы что, собаки не хотите запускать? Вот именно. Вы что, собаки, что ли? И вместо кости нам чай будете предлагать. Послушайте секунду. Послушайте секунду. Послушайте секунду. Оппозиция слаба, поет по дунку США! Оппозиция слаба. Пойдемте, заходите, конечно. Мы не собираемся, что вы будете. Заходите, конечно. Чего? Вот. Это ваша работа. Выходите сюда, товарищи. Вы фатроники. Вы придите. Присаживайтесь. Давайте садимся. Нет, не надо. Присаживайтесь. Присаживайтесь. А чего? Вы можете подождать? Я с вами вам доверен. Товарищи, минуточку поймать. Минуточку поймать. Вы пришли сюда. Потому что нам обещали здесь принять и выжить. Пойдемте. Пойдемте, я вас принимаю. Друзья, пойдемте. Я живу в коридоре. Пойдемте. Я считаю, сblueи комнаты. Мы снимаем, думаете в сфер Jáera. Мы придем в еду в вершинский plays. Мы численные, мы готовы. Мы придем в беда. Мы придем завтра. Сегодня давайте? Зачем? Не указ понимать их. А вы подумайте о своем понятии. А вы поставляете? Пойдемте. Запытимся. Давайте устали. Давайте присядем и сидите в возраст. Вы довольны? Вы довольны? Вы не терапите это. Вы не терапите это. И все мы делаем. Это ваша работа. Нормально. Чтобы у вас. Вы предатели. Вы предатели. А вы же не хотели меняться. Какой там чай предложили? Чай. Ваш чай горле нам станет здесь. Друзья Путин, Сечин, Ротенберг, Тимченко. Как раз они и уводят все миллиарды. Все ваши пенсии. Сколько у вас пенсии? Скажите. Это какое ваше дело? Нормальная мне пенсия. Я работала и заработала. Это ваша пенсия. Вы должны жить совсем по-другому. Как Навальный будет жить? Вы не должны унижаться. Для того, чтобы каким-то чиновникам было лучше. Мы не унижаемся. Да ни хера ты не соображаешь. Зарылись в нору и закрылись. Не пускают. Фу, не могу. У меня в руках. Вот они. Враги. Враги народа. Враги России вы. Терактисты вы. Вы выставляете бабушек в очень небесоприятном свете. То есть это большая проблема. Я ничего не выставляю. Это мои товарищи, а не бабушки. Объясни. Объясни. Объясни пожалуйста. Это не бабушки и не пенсионеры. Это мои товарищи. Вот послушайте пожалуйста. Это очень некрасивая ситуация. Это некрасивая ситуация была. Вы выглядите организатором, но бог с вами. Я выгляжу организатором. А бабушки как раз выглядят очень некрасиво. Выглядят очень некрасиво. В этом и дело. Те кто еще раз пошел в туалет. Еще раз я предупредил. Еще раз кто-нибудь сходит в пути отходов в туалет. Будет очень хреново. Будет дома сидеть в Краснодаре. Ну что запрестите. Отсюда надо уходить. Конечно. Это все дорога должна. Слава Отечеству. Слава народу. Народному. Люди стоят, народ. Стоит 87 лет. Они даже не разрешили в двери зайти. Вы же поддерживаете президента. Наверное, вы в последнюю очередь заинтересованы в том, чтобы порядок нарушался. Поэтому давайте все-таки мы будем следовать рекомендациям начальника приемной. Пройдем помещение приемной. Давай, давай. Товарищи, вот смотрите. К 7-100 тысячам подписей, которые мы уже сдали, мы прибавим еще вот эти 70, да? И надеемся, что Владимир Владимирович нас здесь вот у приемной президента. Ну все, с Богом. Будем сдавать. Товарищи, пропускай только инициативную группу. Я же попросила, Вяшла, хотя бы вот наших самых стареньких бабушек, чтобы пустили погреться. Мы не разрешили. Мы тот раз ходили туда. Не разрешили. Поэтому мы и пошли сюда в кафе. Ну, пошли, пошли. Ну, будем уже ждать до Победного. У нас молодежь платит за месяц 15 тысяч за квартиру. Вот сможет она прожить, если 15 зарплата и 15 за квартиру отдать. Девочки, вот в апреле была пенсия повыше. Ну, конденсат. Мне добавили 19 рублей. Слушайте, это не смех. Вот у меня пенсия 8 тысяч. Стаж 20 лет. И полторы тысячи у меня за инвалидность. Вот как вам нравится? Девять с половиной тысяч. Точно так же. Я пошла, написала заявление, чтобы проверили. Мне ответили, все в порядке. Почему так? Ну, не может же ниже пенсия быть ниже, чем у тех людей, которые вообще не работали. Может быть, все-таки на этот срок Владимир Владимирович все-таки свою кандидатуру выберет. А он выберет. Его выберут. И мы выберем. И дай Бог, чтобы все все это поддержали, выбрали на следующий срок. И может быть, что-нибудь изменится в том числе для пенсионеров в первую очередь. Мы, значит, сдали подписные листы в администрацию президента. Вот в ответ... Получили документы? Я не знаю, насколько это гарантия. Не знаю, не знаю, товарищ. Но он обещался клятву. Ну вот то, что дали нам в ответ на наши труды в течение двух лет. А кто принял? Подписался? Семя Павловна, вот говорю, вот все, что выдали. Говорят, это максимум. Давайте нам хоть поаплодируем сами себе. Ура! Ура! Для добровольцев очень важно знать, что дело их бескорыстное. Мне кажется, самые активные добровольцы это вообще на компании Навального в этом году были. У добровольцев очень большие планы на будущее и многое нужно сделать. А у нашей страны очень большие планы на добровольца. Вспоминается, да, количество штрафов для волонтеров Навального. Скажите, Владимир Владимирович, а вы в следующем году, мы надеемся, с нами? Я всегда с вами. Я уже сказал, у нас это семейное. Скажите, пожалуйста, вы будете принимать участие в выборах 18-го года, баллотироваться на босс президента? Если я такое решение приму, если я такое решение приму, то вы и люди близкие к вам по духу поддержите это решение. Ну ладно, Путин, да, Путин. Путин! 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 ЦИК должен воспринимать все факты. Факты заключаются. Первое. Решение было отменено Европейским судом по правам человека, который принимает судебную систему России. Второе. Было специальное заседание, где рассматривался вопрос о том, выполнила ли Россия решение Европейского суда. И ответ был, нет, не выполнила. Навальный должен быть допущен до выборов. Поэтому вы, как люди сидящие, я извиняюсь, на моей шее, я хотел бы, как налогоплательщика, чтобы вы занялись своей работой, учли все эти факты и вынесли то решение, которое вы обязаны вынести на основании закона. Нет, ну я вообще-то в советские времена длина след отпахала на производстве, а вы пока, я не видела, что вы вообще зарабатывали тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь. Ну ладно. Поварить, товарищ, пожалуйста. Отлично. Я рад, что вы раскрыли свое отношение, оболванивает молодежь и так далее. У меня к господину Навальному вопросов нет, уважаемая Александровна. Вот такой решаются задачи. Да. Спасибо, Барфилова. Спасибо, да. Я решила все задачи. Ох ты, блин. Она похала, что как-то не родился. 12 лет. 20 лет на заводе. На производстве. На производстве. Формат политической борьбы сменился. Мы готовились идти на выборы, мы хотели заниматься выборами. Сейчас мы будем заниматься чем-то другим, но это по сути то же самое. Это борьба со злом. Наша задача сделать вот эту электоральную забастовку более значимой политической кампанией, чем сами выборы. И что дальше? После марта. После марта. А тебе, Алексей, все, что ты говорил, не имело смысла. Что дальше? После марта? После выборов? Да. Ну так, я понимаю, что все меняется. Ну, в чем наше главное достижение и наше главное приобретение, ты скажи мне? Знаешь, что один ученик в классе решил повыкендриваться, и учитель начинает сдавать школу. Но мы – это крупнейшая политическая сила, которая наиболее опасна для действующих. Реально получилось что? Что мы создали эту структуру. Но на самом деле есть эта крупнейшая политическая структура. Она абсолютно реальна. И растерять ее было бы глупо и преступно. Смотрел мультфильм про Пинки и Брейна? Что мы будем делать завтра? То же самое в Пинке. Будем пытаться завоевать мир. Будем пытаться спасти Россию и дальше. Вчера утром пришел штаб, начали печатать листовки с моего компьютера. Здесь стоял принтер. Печатали листовки с призывами на акцию 28 января. Заходят полиции и сразу подходят. Просто два, потом третий окружают меня. Начинают все изымать принтер. Говорят, все, давай компьютер. Какого компьютера? Давай, что вообще происходит? Олега кидает этот участковый. Какое-то непонятное месиво. За 10 минут концентрация событий была просто шкаливающая. Сидит, значит, здесь Олег на стуле. И они понимают, и просто его окружает 4 мента, поднимают со стулом, просто поднимают со стулом и уносят в ту комнату. Вот это жесть. Вот полиции стоят. Откуда? Возбуждение делаешь. Вот полиции, полиции. Какие-то текучки непонятные, эшники ходят, выпендриваются. Это, вот это не волонтер. Это доблестный сотрудник Центра по противодействию экстремизму. Интеллигентное лицо, приняли за волонтера. О, тут комменты про тебя, что за красавчик. Не, а сколько человек смотрится? Шесть. Только завели. Вот Числавия, сразу Числавия демонстрирует. Я хочу хайпануться. Давай, имя, фамилия назови. Хайпанешь, ты же отвечаешь. На шесть человек. Я вообще считаю его понятым. Он в жизни ни разу документы не показал. Бандит какой-то, разбуливает с большой дороги. Ну, как-то это все очень, это длилось, это три с половиной часа. Очень нудно, эшники нам рассказывали инсайды из нашей личной жизни. Да ладно, я слышу, что это получается, 40 тысяч, да? Я 40. Да ты озвучил в ленкомате. Да ладно, а 40 тысяч, что-то. За что ли, 50? Леонид Волков. Если это смотрит, это будет смешно. Потом заходит Ляля. Именно они так нам и не сказали, в какой раз приходят. И здесь была дверь закрыта, мы ее никогда не открываем. А Ляля такой заходит, говорит, блин, слушай, давай откроем дверь. Ну, вот, понятное дело, мы сказали, что у нас нет ключа. Давайте, вызывайте МЧС. Олег настоял на МЧС. Молодец. Так. Все, взлом двери. Поехали. О, жестко. Жестко. Минута 10 ушла на взлом двери. Далее, что угодно. И изъяли полицейские, тыс, там, тысячу листов, что-то такое. Вы меня закрываете? Мы же тебя задержали. Ну, мы же просто говорим, зачем? Ну, блин, что ли? Никого не мешает. Бензин, что ли, мне? Да хоть воздух свободен. Я не бегу, все, я обещал, бегать не буду. Тот, кто обманул хоть раз, может обмануть и второй. Да я же не обещал вам бегать, сейчас я свободно бегать не буду. Все, давай, выстегай. Ничего, правда, что ли? Ну, правда. Мы ничего, мы тебя откроем. Я попозже открою. Мы тебе печку включим. Попозже открою. Ладно, не скучай. Только руки, ноги открывай. Все, просто, чтобы не дверь козыкала. Все? Все? Ну, в общем... Сто процентов Олежу закроют. Да. Олег говорит, по всей видимости, будет завтра всех закрывать. Да. Будет Квинтилова, да, капитально? Будет Квинтилова. Как говорит Леша Аникин, движуха конкретная будет завтра. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что у Олега просто-напросто, ну, как бы для того, чтобы сейчас смысла никакого нет, потому что, ну, иначе просто-напросто Олег будет сидеть просто так. Нам завтра надо хотя бы выйти. Сиди, сиди, сиди. Сиди, сиди. Сиди, сиди. Сиди, сиди. Все победим, Россия будет свободной. Все. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи, не дома. Нет, я даже в ту сторону не пойду. Я думаю, что там уже ждут. Пойдем. Вероятность вообще стопроцентная, что его закроют на 20 суток. Плюс эшники подсуетились. Но он сегодня от ментов убегал. Спокойно бы убежал. Просто какой-то, ну, он уже там на 10 метров от... То есть они остались на 10 метров. И они кричат, стой, там его лови. Там кто-то его, в общем, выловил. И мент ему с колена в шею Олегу, бах. У него что-то не хрустнуло, но болит, говорит. Надо завтра ему какой-нибудь подогрев, подогреть парня. Скорее! Доброе утро! Еще раз вы смотрите новости на канале Навальный Лайф. И главная новость происходит прямо сейчас. Вы слышите, прямо сейчас полка не вскрывает дверь в эту студию. И мы успеем хоть что-то рассказать, наверное, вам о том, как сегодня в России происходят акции, приуроченные к всероссийске забастовке избирателей. Да, многочисленные митинги собирают россиян по всей стране. Сейчас к нам сюда вошла полиция. Простите за технические нарекания. Полиция пытается нас каким-то образом вывести отсюда. Представьте, как вас зовут, пожалуйста. Покажите ваше удостоверение. Хорошо, как вас зовут, скажите. Я понимаю, есть угроза взрыва. Как вас зовут? Вы так и не показали удостоверение. Хорошо, удостоверение ваше покажете? За Бастовка! За Бастовка! За Бастовка! Слагом России задерживаются! Позор! Слагом России делятся! Позор! Позор! Представители власти, это уже девушка, вы что? Снимаешь ее? Да. Продолжение следует... Какие задержания, я тебе позвоню в любом случае. Все, давай, до встречи. Спасибо большое. Хоть эту штуку я подзарядил, потому что без нее было вообще тяжко. Не знаю, что без нее делать. Надеюсь, на пару вступительных фраз хватит. Я хочу просто прийти и сказать, что уважаемая полиция, вывешайте проходы граждан в эту штуку. Алексея Навальцева держали, его затолкали в автобус. Автобус быстро уезжает, чтобы толпа не смогла его окружить. Круто. Держи меня! Суки позорники! Позорники! Я, знаешь, не знаю, что еще написать. Единственная мысль, что лезет в голову. Это песня из группы «Ленинград». Вот это «Выборы, выборы», а дальше вы знаете сами. Знаете, смотри, один сделаем плакат «Выборы 2018», и вот тут напишем большое слово «Цирк». Я думаю, нормально будет, да? А мы тебе гуляют, ходим. Я видел, да, да, да. У нас главное, чтобы не спеленали тут. Может, знаешь, кого хочешь, выбирай, писать. Весело, да, будет, мне кажется. Типа, най-най-най-най, кого хочешь, выбирай. И вот так, путь-путь-путь. Давай. Так, ну тебя сегодня наверняка посадят будет. Не знаю, надеюсь, нет. Ну, может быть, да. Ну, так не хочется вообще. Ну, я уже долго не был уже там, с лета. Заскучали, наверное. У вас, получается, на первой акции много людей очень выходило. А сейчас запугали всех, и мало народу выходят. Многие люди на арест не готовы. И, в принципе, их очень вознуждать нельзя за это. Походу, мы одни активные. Вот уже сможем. Походу. Вперед! Вперед! Так. Ну что, Мих, идем? Ну, там встанем, где он люди едут. Пойдем туда. Ну, а что нам осталось сделать-то, и что? Пойдем. Не, спасибо. Не-не-не. Не-не-не, понял. Пусть оттенем. Так, ну а что? Устаем. Ну, в акции хоть копам и раздавай эти бумажки. Копам больше, чем людей. А у меня есть видео, где я раздаю им. Нет, слушай, все. Вот если будет на площади, наши задержали всех. А останется одним из. Давай. Изнутри заставай. Они, вон они, ехать, идут. Кто идут? Вон они. Копка. Дай? Да. Надо обратно подбирать. Блянь. Пойдем хотя бы так. Минуты в микроволновке короче, чем до митинга. Руковое движение, нервы и съезды. Я ближе, я все ближе и ближе. Это не может не радовать. Чем ближе я, когда место приведение между... Чем ближе, чем больше. Какая-то, что я скажу крутые слова. Кроме катон. Ребята. Здравствуйте. А вы мешайте проходу граждан. Уважаемые граждане, не вздумайте участвовать в этих выборах. Так как выборы отсутствуют. И это фарм. Вот, выбирайте. Вот он, выбор вас. Запустили. Потому что все выбирают за нас. Да, да. Не мы выбираем. Уважаемые граждане. Не вы, Анна. Зазываем вас всех не участвовать в этих выборах. Так как эти выборы являются фармсом. И на них присутствует лишь один... Да, ты все. Ух, достойность. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Выборы фармс! Выборы фармс! Уважаемые граждане, ваши действия не согласованы с мэрией города Калининград. «Россия будет свободна! 54-й федеральный закон! Выбором бойкот! Мы не скот! Мы не скот! Выбором бойкот! Мы не скот! Выбором бойкот! Мы не скот! «Россия будет свободна! Россия будет свободна! Россия будет свободна! Мне нужен микрофон, у меня сел голос, на джантово». «Я очень рад, что вы здесь собрались. Моего замка, Олегу Олега Алексеева, вчера незаконно арестовали. Он находится на МВД Голковского. Поаплодируйте Олегу!» «Ребята, это первая наша публичная встреча о активной забастовке. Наша задача наблюдать на этих выборах, показать то, что нынешний вектор развития, который предлагает Владимир Владимирович Путин и партия жуликов и воров, он не актуален. «И следующие 6 лет будут 6 лет деградации. Вы согласны?» «Да!» «Бойкот выбором! Бойкот выбором! Бойкот выбором! Бойкот выбором! Бойкот выбором!» «Так, прошу, прошу, прощения, что я не спрекла». «Вы просто герои! Герои!» «Вам с этим самым загастимся, Галининград». «Конечно, хорошо. Спасибо большое, что пришли». «Чего, ребят, такое?» «Чего, пацаны? Чего, пацаны, арест?» «Я за... Мы можно... Вова! Вова! Я сейчас поеду в штаб, сообщим всё и приедем к тебе!» «И вот всё, смотри. Всё. И вот отправили в камеру до сюда». «Камеры ему отправили до суда!» «Блин, уже денег вообще не хуярит, даже 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 не хуярит». «Да чего я не могу купить?» «Нет, надо его вещи забирать, я просто сейчас такого геймерки не могу взорвать». «Тебе помочь собрать вещи?» «Да чего там собираешься? Он гол как закол!» «Да, с одной рубашкой ходит». «Я сейчас в голове прокручиваю возможные схемы, так сказать, стратегии, ну тактики на 30 дней ближайшие, кто что будет делать». «Вот, ну, я, скорее всего, да, тоже присяду. Надо завтра за утром обязательно взять с собой книжечку, потому что, если меня к вову закроют, сидеть без ничего, это можно умереть от скуки. Поэтому меня ждет 800-страничный Айон Рэнд, выиграют потом либертарианцам ебнутым». «Все задержания, какие-то приключения, дитеватость событий, беспределов и всяких там личностных переворотов, это все очень воспринимается в нашем возрасте трепетно. И от этого это круто, и это будет на всю жизнь, поэтому, ребят, мы, наверное, живем в один из лучших промежутков нашей жизни. Это круто, и не забывайте про это». «Здравствуйте». «Здравствуйте». «Собирайтесь, поехали». «Проедем». «Вотдел». «Вотдел». «Хорошо, сейчас». «Вотдел». «Хорошо». «Вотдел». «Хорошо». «С​Проедем». «Хорошо». «Хорошо», «есчет». «Я еще раз позвоночусь». Я, наверное, уже будучи американским гражданином приеду к 2024 году, но это неплохо. Путина 6 лет, то есть, может быть, приехать в 2024 году, потому что как раз это поколение взрастет, и мне кажется, можно триумфальной дорожкой, если постараться все красиво сделать, то можно победить тогда, сделать Россию лучше, прекрасную Россию будущего. Но эта победа неизбежна, это просто, ну, это факт. Трусливая женщина, которой дали команду, она эту команду, в общем-то, выполнила. Судом – это гадство. Да блядство, чего там. Мы отругаемся, пожалуйста. Хорошо, я очень-то ваше замещение. Мы работу свою продолжаем, работу мы свою не бросим. Не в зависимости от моего административного ареста, моего помощника. Эти ребята ничего не смогут сделать. Единственному 20 суток. Единственному. Ну, или не 20 суток еще. А остальным? А остальным? Вот сидел чувак за депош. Что? Ты говори, думай, это все будет афишироваться. В смысле что это? Ты херню говоришь, понимаешь? Какую херню говорю бабушке? Вы чего снимаете все время? Вот снимай, да снимай. Ну, меня как сажают. Расскажи, вот, что ты тут пили. У меня какая-то паранойя появилась. Я все время езжу этих аэшников, там, смотрю, там, по сторонам, нет ли их где-то. Ну, я не то, что прям стал их чисто бояться так сильно, но какая-то зашоренность появилась. Хотя отдать должное Навальному, вся его компания, это, безусловно, самое лучшее, что было в моей жизни. Но, к сожалению, у нас такая страна, что я надеюсь, что меня здесь уже не будет через шесть лет. А в какой вы суд-то едете, кстати, Филипп? Ну, все, удачи. Все, Филипп, давай. Весело здесь такое. Ощущение прям... Мягче, чем-то. Ну, да, развлекуха еще там. Вот сосед мой. Всем привет. Скажи, что я побежал, я побежал. Давай, все. О, побегай спецприемника. Убегай, чего ты? Во. В отсёузе. Кошка 6и. Редактор субтитров А.Семкин